Вопросы по этой теме есть? Вопросы по этой теме есть, прежде чем мы перейдем к следующей. Спасибо. У меня вопрос о принципе второзакония. Скажите, он применим к Новому Завету? И если да, то как он может быть применим? Да, вопрос хороший. Принцип второзакония. В какой мере он применим к Новому Завету? Применим в том смысле, что в Новом Завете слышен его отзвук. Можно строить на камне, а можно на песке. Можно жить во свете, а можно во тьме. Однако я говорю отзвук, поскольку отталкиваюсь от следующего. Принцип второзакония предназначен для народа, который живет в земле, а не для отдельно взятых людей. К ним он применим во вторую очередь. Ведь суровое предостережение адресовано именно целому народу, как совокупности людей. Не проявите верность Завету, будете извергнуты из земли, что в конечном итоге и произошло. Норман Райт вызвал разные к себе отношения своей причастностью к представлениям, именуемым Новым Взглядом на Павла. Кто-нибудь из присутствующих здесь знаком с Новым Взглядом на Павла? Вижу, что только некоторые, буквально несколько слов по этому поводу. Первоначальный вклад в эти события внес Эд Сандерс, который заявляет, что нам следует пересмотреть свое восприятие оппонентов Павла в Риме и Галатии. Евреи и современники Павла, как утверждает Сандерс, признавали благодать. Однако полагали, что благодать предполагает заключение Завета с Богом, действие которого сохраняется только при условии послушания. Отсюда понятно, почему приверженцы подхода Сандерса могут сказать, это же принцип второзакония. Бог принимает тебя по благодати, избавляет, так сказать, от египетского рабства и приводит к себе. Однако, если ты хочешь сохранить эти отношения, храни Завет. Да, я об этом буду говорить. Это называется Заветный Намизм. Полагаю, Урайт и другие богословы придерживались разных его форм. Я же хочу выразить следующую мысль. Если понятие Заветного Намизма здесь и применимо, то применимо оно к Израилю как народу в целом, а не к отдельно взятому израильтянину. Мысль ясна? Чтобы оставаться в земле, народ должен был хранить верность Завету. Но этого не случилось и последовало изгнание. И хотя история дает нам немало примеров тех, кто оставался верен Завету, изгнание постигло и их, поскольку Завет был заключен с целым народом. Как мы видим, в результате нападений Осирийцев и Вавилонян пострадали и те, кто хранил Завет, и те, кто нарушил его. Изгнание не обошлось стороной ни Зекииля, ни Иеремию. Таким образом, доля истины в Заветном Намизме есть, но постольку, поскольку это понятие применимо к целому народу, а не к отдельным его представителям. Понятно, о чем я говорю? Так подробно он все не разъясняет, однако именно к таким выводам я пришел после прочтения интересной работы Майкла Хортона. Точного названия я не помню. Кажется, что-то вроде «Завета и обетования». Что-то в этом роде. Эта известная книга данного реформатского богослова вышла относительно недавно. И в ней, несмотря на отсутствие самого термина «заветный намизм», автор, на мой взгляд, совершенно справедливо утверждает, что принцип второзакония относится ко всему народу, живущему в земле. Поэтому это наиболее точно можно было бы выразить термином «национальный заветный намизм». Так вот, некоторые богословы, как представляется, немного отошли от сути именно в том, что стали применять его к отдельным людям. Я ответил на ваш вопрос? Как соотносится осуществление Тысячелетнего Царства с обещанием сотворения нового неба и новой земли? Давайте удостоверимся, что я правильно вас понимаю. Вопрос о Тысячелетнем Царстве. Как во все это вписывается, если вообще вписывается Тысячелетнее Царство? Ведь понятие нового неба и новой земли столь масштабно, что, возможно, все это должно каким-то образом отразиться на земле, прежде чем наступит конец. Вопрос справедливый. Отвечая на него, хочу отметить сразу несколько моментов. Во-первых, насколько мне известно, все христиане, все те, кто придерживается библейского учения, — миллинаристы. Другое дело, какого рода миллинаристы. Даже а-миллинаристы — это скорее символические миллинаристы. Они считают, что мы уже живем в эпоху Тысячелетнего Царства, как утверждает Адамс. Есть также постмиллинаристы и премиллинаристы. Так вот, ваш вопрос особенно актуален для премиллинаристов. То есть, сотворению нового неба и новой земли будет предшествовать Тысячелетнее Царство Христа на земле. Это премиллинаризм. Такой вопрос уже возникал в ходе анализа предыдущего текста Писания из 1 Коринфянам 15. Важно понимать, что выделяют минимум четыре разновидности премиллинаризма, которые в самом общем виде иногда сводят к двум. Однако я буду говорить о четырех. И так выделяют исторический премиллинаризм, согласно которому Христос будет царствовать на земле. При этом народ израильский к этому времени может быть еще не собран. А само правление может длиться не тысячу лет, а больше или меньше. Исторические премиллинаристы считают, что это образный язык, который многие понимают буквально, хотя здесь тоже символизм, как в Откровении 20. Должен сказать, что если проследить историю богословской мысли и почитать труды Отцу в Церкви 2 века, вы увидите, что они были историческими премиллинаристами, как, например, Ириней. В аргументацию данной позиции, помимо Откровения 20, 1 Коринфянам 15 и других библейских стихов, входит и следующий вопрос. «Разве Бог не обещает, что настанет время, когда мученикам воздастся за их страдания ради Христа здесь, на земле, прежде, чем наступит конец?» Исторический премиллинаризм. Сюда можно вписать несколько имен. От Иринея до Джорджа Леда. Второе – это классический диспенсационализм, согласно которому мы живем в эпоху Церкви. Затем будет восхищение Церкви, после этого семь лет Великой Скорби, пришествие Христа, затем последует массовое обращение евреев ко Христу, восстановленный храм в Иерусалиме, и только после тысячелетнего Царства Христа на земле будут сотворены новое небо и новая земля. Бог взаимодействует с двумя народами, с Израилем и с Церковью. Затем настанет время для Израиля, а потом наступит конец, после того, как все ветхозаветные пророчества относительно Израиля будут исполнены. Среди представителей вспоминается Скофилд, Райри и ряд других богословов. Далее, прогрессивные диспенсационалисты и их премиленаристская позиция. Среди представителей Бейсинг, по их мнению, в определенном смысле Христос уже правит на небесах на престоле Давидовом, но для исполнения же ветхозаветных ожиданий и пророчеств период такого царствования будет и на земле. Тогда и исполнится все, что Бог обещал Своему народу в Ветхом Завете. Хотя существует разногласия по поводу того, взаимодействует ли Бог с двумя народами или одним народом, который можно разделить на обратившихся ко Христу евреев и язычников, теперь в совокупности составляющих народ Божий. Кроме того, выделяют исторический премиленаризм последнего времени. Исторический премиленаризм последнего времени. К его представителям относятся, например, Гельмут Лампетер Согласно данному подходу, в будущем Христос вернется. Его правлению подчинится все, то есть все будет покорено под ноги Его. Вот это все покорение под ноги Его и будет тысячелетним царством, которое может продлиться год или тысячу лет. Правление Христа на Земле восстановится, а мученикам воздадутся их награды. Всем этим и охарактеризуется последнее время, кульминацией которого станет сотворение новой Земли и нового неба. Иначе говоря, последнее непосредственно входит в данный процесс. Вот почему мы и рассматриваем общую картину. Примиленаристы последнего времени, исторические примиленаристы последнего времени, вероятно, по своим взглядам, больше всего будут приближаться к миленаристам. Это если говорить об историческом примиленаризме последнего времени. Нам не безразлично современная Церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com У вас прекрасные вопросы. Вы их с удовольствием задаете, а я с удовольствием на них отвечаю. Христос пришел с замыслом тысячелетнего царства для евреев, но они отвергли его. В результате оно на какое-то время осталось нереализованным. То есть царство еще ждет своего осуществления. Кроме того, существуют разногласия по поводу того, в какой момент произошла эта отсрочка. На кресте или нет. Есть богословы-диспенсационалисты, хотя их очень немного, которые считают, что это случилось где-то в середине книги «Деяний». Отсрочка с их точки зрения произошла именно там. Одно из следствий такого подхода заключается в том, что тогда, с точки зрения классических диспенсационалистов, Нагорная проповедь Христа обращена к евреям в контексте Тысячелетнего Царства. А молитва Господня на самом деле молитва Царства. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok